Приветствую вас. Я хотел бы, наверное, ответить на ваш вопрос, такими, знаете, некоторыми блоками, потому что такой достаточно обширный вопрос, и на него, как бы, можно отвечать достаточно долго. Итак, значит, ваша проблема заключается в том, что я красивая и интересная девушка. Почему меня не влюбляются в любовь? Не влюбляются, а второй раз влюбился, а потом казалось, что разве нравилось. Почему так происходит, что я делаю не так, и как это изменить? Ну, во-первых, начнем с того, что вы называете себя красивой и интересной девушкой. Здесь содержится оценка и выдвижение условий. Я красивая, я интересная, я стараюсь быть красивой, я стараюсь быть интересной, я что-то делаю, и поэтому меня должны влюбиться. Понимаете, вас не влюбятся только потому, что вы красивой и интересной. Вас влюбляются ведь в личность человека, любят личность человека, любят его целиком, любят его ценности, любят устремления, любят всего человека вместе. Любовь – это не объясненное чувство на самом деле. Вы же считаете, что полюбить вас должны только за красоту и за интерес. Нет, это так не работает. Следующий важный момент. Вы хотите, чтобы в вас влюбились, вы хотите быть с кем-то. Складывается ощущение, что у вас есть потребность человека. Потребность человека у вас явно выше, чем она, есть просто у человека, который, ну, как и все мы, хочет влюбиться. Ответ кроется в том, если в меня не влюбляется, то какая я? Некрасивая и не интересная. Вот получается, что ваше мнение о себе зависит от того, как мужчина вы или без. А значит, здесь есть неуверенность, а значит, здесь есть такое зависимое положение, а значит, здесь есть несамостоятельность и непринятие себя. Вот именно это непринятие себя и у вас не складываются отношения. Ведь вы не в отношениях, как вы находитесь, а вы их пытаетесь построить. Вы не с человеком взаимодействуете, а вы строите отношения. Ну, это то же самое, как если вы, например, строите дом, а вместо того, как бы строить дом, пытаетесь познакомиться с тем же молодым человеком. Вот представьте, какой дом вы достроите, если будете на стройке знакомиться с молодым человеком и все рабочие дни с ним спиртовать. Ну, понятно, что получится не очень хорошо. А вот. Значит, соответственно, обратите внимание на свой вопрос. Что я делаю не так и как это изменить? Ага, у меня сложится ощущение, что вы не видите, не осознаете, не замечаете, что вам не нужно искать какой-то уникальный способ, чтобы вас влюбили. Такого способа нет, вам нужно просто быть собой. Если вас не влюбляется, значит, где-то вы себя заставляете быть. Где-то вы пытаетесь казаться. Вы не являетесь собой, а где-то пытаетесь казаться. Только если вам. Поэтому вы и как бы разомравились своему молодому человеку. Ну, второму. Вот. Так на меня здесь ничего не нужно. Нужно просто смотреть, где вы себя не принимаете и как бы меняться в этом направлении. Поймите правильно. Отказываться от того, чтобы... Отказываться от стремления любить и быть любимыми не нужно. Просто у меня такое ощущение, что это зависит ваша самооценка, ваше восприятие и себя. И это зависит от всем. У меня такое ощущение, что это прямо цель, что вас влюбили. Это так не работает. Здесь очень важно отметить следующее. По моему мнению, вам нужно... Вы можете следовать в направлении. Первое направление. Это направление касающееся того, чтобы определить, какие во мне есть моменты, какие во мне есть сложности, какие во мне есть трудности, которые я пытаюсь компенсировать насчёт того, чтобы быть мужчиной. Ну, например, я считаю, что если я не с мужчиной, то я не нормал. Например, если я считаю, что если я не с мужчиной, то за мной что-то не так. Это проблема, потому что это, как вы, я надеюсь, понимаете, это не принятие отсюда. Вот. Это один момент. Другой, другой момент. Вы можете смотреть на то, какая вы, вы можете смотреть на то, какая вы с точки зрения модели женского поведения и стараться максимально это себе раскрыть. То есть раскрыть именно своё поведение. Тогда вам будет как-то попадаться и вы будете выступать в отношении с человеком, который вам подходит по гендерному поведению. Следующий важный момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание, это влюблённость. Стоит отметить, что влюблённость это не любовь. Влюблённость это, скорее, типа, как страсти, чувство достаточно поверхностное, необходимое на поверхности. Вот. Оно отличается от любви. Средственно, вы говорите про влюблённость, но не говорите про любовь. Я хочу вас спросить, что такое, по вашему мнению, влюблённость, и почему вы продаёте ей такое большое вопротительное значение? Значит, это важнее, потому что от этого может, в принципе, советить, ну, то, как дальше будут развиваться ваши отношения с мужчинами. Вот. Так что, как видите, ничего вам исправлять не нужно. Важно просто разобрать себя, если вы хотите этого, или посмотреть, какая бы женщина максимально это раскрыть, чтобы, соответственно, привлечь к себе определённый тип мужчин. Но не факт, что эти мужчины будут вам нравиться, потому что у вас, может быть, немножко другой образ, условно говоря, у женщины есть, допустим, у женщины есть образ такого сильного для мужчины. Но при этом она сама достаточно сильная и, как бы, у неё не получается, в том числе из-за этого, отношения позорить именно с таким сильным мужчиной, потому что она для него конкурент. Вот. Поэтому очень важно, очень важно, на мой взгляд, этот момент проработать, чтобы вы не, ну, чтобы вы не забудете относиться к этому. Вот. Люди зависят от вас, конечно. То есть, тут важна именно кооперация. Ну, в целом, это, можно сказать, определённые сценарии, что приводит к этому. Это определённые сценарии, это персональный страх отношений, потому что, видите, вы растворяете отношения, вы, как мне показалось, стремитесь к слиянию с человеком. Вот. И, соответственно, пацаны, вы можете бояться близко от наших отношений. То есть, сознательно, сознательно вы к ним снимитесь, а, быть сознательно, вы их боитесь. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого доброго, удачи. И буду надеяться на отклик. Всего, удачи. Окей-то Один